Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Сегодня хотелось бы поговорить о том, каким образом я принимаю решение об инвестировании, что ключевой для меня является, каким образом я оцениваю перспективы, что конкретно я покупаю. Как оценить? Выгодно, невыгодно? Что с чем сравнивать? Последнее время очень много общаюсь с людьми, кто занимается инвестициями в недвижимость, как альтернативой. И как мне кажется, что здесь люди очень много допущений прошлого опыта начинают экстраполировать в будущее. И там, на мой взгляд, очень много допущений, которые могут не реализоваться, и будет большое разочарование по поводу эффективности собственных вложений в людей. Это не значит, что нужно отказаться или кто-то не прав. Я рассказываю, каким образом я к этому подхожу. Ты приходишь на акции, ты акции должен купить за деньги. И тогда у тебя возникает вопрос, какую ценность я покупаю за эти деньги. Уоррен Баффетт говорит о том, что долгосрочно сохранять, приумножать капитал нужно в активах, которые называются коммерческими коровами. У которых есть две составляющие. То есть, первая составляющая, они растут на уровень инфляции. Ну, то есть, если ты реально купил корову, у тебя галлопирующая инфляция, то через год у тебя коровы на уровень инфляции вырастут в цене. Второе, соответственно, у коровы должно быть молоко. То есть, должен быть какой-то дополнительный доход, который ты видишь сверху. Возникает вопрос, какую корову лучше купить. Вариант номер один, ты можешь купить корову, которая вообще еще не отелялась, и она даже молоко не дает. Подождать, когда она отелится, когда она молоко начнет давать. Опять-таки, сразу же молоко ты у нее забирать не сможешь, потому что другой теленок будет сосать это. То есть, тебе надо будет ждать, когда начнется молоко. Второе, ты можешь купить, в принципе, корову, которая уже отелилась и которую можно доить. Мы говорим, что первый вариант коммерческой коровы это недвижимость. Второй вариант это акции. Имеют ли они в своей цене инфляционную составляющую? Многие ребята, кто говорят, что нужно вкладывать недвижимость, констатируют это как факт, что основная прибыль на недвижимости образуется за счет того, что как минимум на уровень инфляции цена на недвижимость растет. И люди считают, что это доход, который они получают. На самом деле, этот доход они не получают, они защищают деньги от инфляции. Реальный доход это рентная доходность, которую вы получаете с недвижимости, если сдаете ее в аренду. И когда мы говорим о рентной доходности недвижимости, мы также должны соотносить соотносимые вещи, сравнивать сравнимые. Нам нужно сравнивать денежные потоки, которые я могу получить от акций. Если у вас есть деньги на покупку максимум двух коров, как вы будете выбирать, каких коров купить? Ну, то есть, что для вас будет являться ключевым эффектом? Какую бы породу коровы вы ни купили, инфляционная составляющая во всей в ней будет сказываться. То есть, поэтому инфляцию мы можем компенсировать. Что для вас тогда является ключевым? Старая это корова или молодая? Сколько она еще может оттелиться и еще телят принести, чтобы пополнить ваше стадо? Если это не стадо, ключевым моментом является, а молоко, для вас ключевым параметром будут, сколько корова дает молока. И вот сейчас мы приходим к самой сути, чтобы пытаться объяснить на пальцах. Есть такое понятие, форвардные пии, цена прибыль. То есть, что такое форвардные пии? Условно, корова может произвести тонну молока в год. Условно, литр молока стоит 100 рублей. То есть, валовый объем, который мы получим, 100 тысяч рублей, это вот те надои, которые нам даст корова породы А. Цена этой коровы составляет, опять же, говорю условно, 100 тысяч. Мы берем денежный поток, который получим от молока, то есть, инфляцию мы нивелируем. Плюс, условно, в течение года или в течение следующих двух лет может быть еще одна корова, теленок, да, которого мы продадим за 30 тысяч рублей. Таким образом, за два года мы получим 100 тысяч рублей надои, 30 тысяч рублей за теленка. Надои уменьшится, когда корова будет кормить теленку. Условно, в этот период еще будет 50 тысяч рублей молоко, которое мы заберем у коровы. То есть, в общей сложности за два года мы получим денежного потока 180 тысяч рублей. А купили корову за 100. Понятно, да? Второй вариант. Старенькая корова уже особо не рожает. И эта корова дает 500 литров молока в год по той же цене 100. То есть, в общей сложности она нам даст молока в следующий год на 50 тысяч рублей. Через год на до еще упадут, составят 400 литров по 100 рублей. То есть, она за два года даст 90 тысяч рублей. И условно, ее цена тоже 100 тысяч рублей. Возникает вопрос, разумный фермер какую корову купит? И мы тогда можем посчитать еще раз цену, которую заплатили. В первом случае, порода А. Мы 100 тысяч рублей, которые заплатили за корову, делим. 180 нам принесет за два года. То есть, в год в среднем 90 тысяч. Получаем 1 и 11. Во втором случае, коровы породы Б 100 тысяч делим на 45 тысяч рублей. Потому что 90 тысяч денежный поток, а следующие два года от нее. Получаем 2,22. В первом случае, наши инвестиции в корову денежным потоком от этой же самой коровы окупятся за 13,5 месяцев. Во втором случае, у нас инвестиции окупятся за 27 месяцев. Теперь давайте перейдем к этим же абсолютно показателям в сравнении недвижимости и российского фондового рынка. Сравниваю на том, что делаю лично я в рамках своего собственного проекта. Те цифры, которые я вижу, понимаю, рассчитываю. Итак, у нас есть коровы породы А. Это фондовый рынок, российский рынок ценных бумаг. В текущий момент срок окупаемости инвестиций составляет 4,7 лет. Получается, если я вкладываю 15 миллионов рублей. 15 миллионов рублей разделить на 4,7. Получается, что в среднем российские акции, сейчас на каждые вложенные 15 миллионов рублей генерирует 3,191,000 рублей чистой прибыли в год. Порода коровы типа B. Недвижимость. Срок окупаемости сейчас посчитаем. Стоит она 15 миллионов рублей. Плюс миллион рублей на ремонт. Итого нужно вложить 16 миллионов рублей. Это однокомнатная квартира. В хорошей локации. В принципе, рассчитывается, что при таком ремонте, при этой локации, эту квартиру можно будет сдавать за 90,000 рублей. Не считаю никаких ипотек. Просто считаем денежные потоки. 90 умножаем на 12 месяцев. Получаем денежный поток 1,080,000 рублей в год. 16 миллионов делим на денежный поток. Срок окупаемости инвестиций 14,8 лет. Получается, мои инвестиции на фондовом рынке окупятся за 56,5 месяцев. Мои инвестиции в недвижимость окупятся за 177 месяцев. В принципе, можно добавить сюда еще корову породу С, ОФЗ, облигации федерального займа. Текущая доходность к погашению десятилетних, это где-то в районе 16%. Соответственно, мы 100 делим на 16. Получаем 6,25 лет, 75 месяцев. Получается такое интересное сравнение. Если я покупаю фондовый рынок, то мои инвестиции окупятся за 56,5 месяцев. Если я покупаю недвижимость за 177 месяцев. Если я покупаю облигации федерального займа, у меня инвестиции окупятся за 75 месяцев. Да, здесь достаточно много допущений. Но что мы в этом случае сделали? Цену мы всегда знаем. Если мы хотим купить недвижимость, мы знаем, по какой цене купим. Покупаем акции, мы знаем, какую цену нам нужно за акции заплатить. Если мы покупаем облигации, мы тоже понимаем, какую цену. То есть цена нам всегда понятна. И какие ошибки большинство инвесторов начинают допускать? Здесь начинает действовать принцип рационального оптимизма. Наш опыт прошлого, мы начинаем его экстраполировать в будущее. Все, что мы можем экстраполировать в будущее, мы можем допустить, что так как это коммерческие коровы, то как минимум на уровень инфляции актив будет расти. Кстати, что касается облигаций федерального займа, с этим допущением нужно быть очень осторожным, потому что если инфляция будет расти, процентные ставки будут повышать, облигации федерального займа могут упасть в цене. И наоборот. То есть мы то, что реально видим и понимаем, какую прибыль зарабатывают компании российские. И прогнозы в следующие 12 месяцев. Это можно рассчитать на основе текущих производственных планов. Когда мы покупаем недвижимость, мы приблизительно понимаем, за какую цену мы можем эту недвижимость сдавать. Мы можем ею, что называется, управлять пассивно, сдавать в долгосрочную аренду. Можем управлять активно, сдавать в краткосрочную аренду с целью получения более высокой прибыли. Но тогда мы должны себе еще зарплату заплатить. Но все равно мы понимаем только все из недвижимости. Что нам понятно? Денежный поток от сдачи недвижимости в аренду. Все остальные допущения, а это вырастет, а вот в России так недвижимость всегда только растет, а у нас будет высокая инфляция, поэтому цены на недвижимость еще дополнительно вырастут на уровень инфляции. Ребят, это все разговоры в пользу бедных. Если мы говорим об инвестициях, мы должны понимать, какой размер денежного потока мы покупаем и сколько месяцев мы должны получать этот денежный поток, чтобы как минимум окупить наши вложения. Этот показатель, например, когда мы говорим о фондовом рынке, в начале года цена рынка, цена вот этой вот коровы породы А была не 4,7, а было 6. То есть до того, как рынок упал, срок окупаемости инвестиций составлял 72 месяца. И он сейчас сравнялся с инвестициями в облигации, где 75 месяцев. Но при этом недвижимость 177. То есть дополнительно к акциям 100 месяцев добавляется. Опять кто-то будет говорить о том, что все это допущение, недвижимость более надежная, никто не заберет, при текущих ставках по ипотеке стоимость аренды вырастет. Ребят, я не спорю, и если вы давно находитесь у нас на канале, вы должны понимать, что я не говорю, что недвижимость это плохо. Порою корова, которая стоит те же самые 100 тысяч рублей, и в первом случае в варианте мы рассматривали, что у нее может быть какие-то небольшие надои, но у нас может быть вообще коровы не давать никакого молока. Может такое быть? Может. То есть у нас могут быть бычки. И там совершенно другая природа прибыли. Мы этого бычка просто взращиваем и, соответственно, зарабатываем на изменение цены. И поэтому я говорю про то, что и недвижимость должна быть, и облигации должны быть, и акции должны быть. Но в первую очередь, когда мы говорим про инвестиции, мы должны сравнивать будущие денежные потоки, которые мы получаем. Вы видите, что у нас на канале много выходит интервью с экспертами по недвижимости. Мне интересны подходы, и лично я вижу по итогам вот этих интервью, что в любом прогнозировании доходов очень много иррационального оптимизма, очень много ожиданий в будущем, основанное на опыте прошлого. Но дело в том, что в прошлом опыт, он был в определенной экономической среде. Сейчас эти условия меняются. И поэтому прогнозировать нужно на основе тех денежных потоков, которые мы непосредственно понимаем и осознаем. Вот что мне непосредственно хотелось сказать. Показатели окупаемости очень важная история, которую нужно учитывать при составлении, введении инвестиционного портфеля, как мы оцениваем, что мы включаем. И стабильность денежного потока. Поток может быть невысокий, но, например, те же самые акции, они подвержены более высокой волатильности. И самое интересное, знаете, что в этот момент происходит? Люди сейчас смотрят на рынок, что он упал, что у них убытки. Во-первых, они не считают полученные дивиденды. Второе. У вас срок окупаемости ваших инвестиций в фондовый рынок в настоящий момент упал на 30%. С 72 месяцев до 56 месяцев. Это значит, что если стоит какая-то финансовая цель, то эта финансовая цель может быть достигнута на 30% быстрее. Кто из вас с таким параметром смотрел на рынок? Самое интересное, что если вы посмотрите на этот параметр, вы поймете, что вам нужно докупать упавшие акции. Напишите, пожалуйста, в комментарии, у кого сейчас доля инвестиций в акции превышает 50%. И кто, самое главное, значительно увеличил долю инвестиций в акции в промежуток времени с мая по сентябрь 2024 года. Значительно это более чем на 10%. Друзья, я это говорю на основе того, каким образом лично я это делаю. А проследить более подробно, каким образом я это делаю, вы можете, пройдя по ссылке в описании к данному видео. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!